Музыка Мама, это парфейс? Это там хлеб, да Надо жарить? Что, надо жарить? Да Хочешь, можно, конечно, жарить, но лучше не жарим Мама Это мне? Нет, не только тебе Мама, да? Это кто? Это шарики там Шарики? Да Мне надо есть Не только тебе надо есть, всем надо есть Да И Макар хочет Да И ты хочешь? Да Всем большой привет, очень рада, что заглянули ко мне на канал, хотела сделать закадровую озвучку с первых моментов, но такие вопросы ребенок задает, просто не могла это все упустить из виду Начинаю видео с небольшой закупки продуктов, не буду подробно останавливаться, заходили тут с утра в пятерочку, единственное, что шоколад вот этот горький, бабаевский 75%, большая плитка 200 грамм по акции всего за 99 рублей, а все остальное такое, знаете, ну что-то нужно приготовить, поэтому недостающие ингредиенты покупала и готовлю уже здесь завтрак, завтрак для мальчишек. Вообще все дети сегодня дома, Сава не ходит в сад с понедельника, у него тут к вечеру воскресенья поднялась температура невысокая, денек где-то продержалась, в общем сидим все дома. Макар был на больничном, так что тоже, и вот сегодня как раз мы с ним с утра ходили в поликлинику, очень рано ушли и все так быстро, благополучно там сделали и пошли домой. Он проснулся, не завтракал, и дома был и Сава, и Ярослав, ну я с утра кофе попила и прихожу, в общем готовлю уже им завтрак. Делаю ленивые хачапури, как-то давно-давно делилась этим рецептом на своем канале, получается очень вкусно. Нам для них потребуется одно яйцо, молоко, сыр, мука, я точное количество ингредиентов напишу в описании к видео, обязательно приготовьте. Из такого количества у меня получится 2 больших лепешки. У меня сковородка, по-моему, 24 сантиметра, но потом будет сложно перевернуть, честно скажу. Лучше брать сковородку поменьше диаметром, и можно не бояться, в принципе, делать и толстыми их, потому что все равно они хорошо прожарятся, и под крышкой можно подержать. И мальчишки у меня тут сидели, смотрели мультик с утра про Стоквашино, и я не помню там уже весь сюжет, но, в общем, кто-то там из героев сказал, если у блюда красивая подача, то оно сразу же становится вкуснее. Я такая тут готовлю им творог со сметаной, думаю, ну ведь правда так и есть, наверное, всегда приятно есть, да, когда блюдо красиво подано, даже самое простое. Ну а вообще видео сегодня будет достаточно разнообразное, обычный такой день, можно сказать, из нашей жизни. Буду и готовить, и прибираться, и с детьми немножко позанимаюсь, кое-какие покупки разберу. Так что всего-всего понемножку. Оставайтесь, думаю, будет интересно. А еще хотела сказать, что у меня в телеграм-канале проходит розыгрыш, будет разыгрываться комплект детской одежды от бренда Боссанова на любой рост. В общем, конкретно под победителя выберется, так что обязательно переходите. Ссылка всегда на телеграм-канал есть в описании моего видео. Переходите и участвуйте. Ну а теперь мотивация на уборку. Буду сегодня прибираться в ванной комнате. Кто регулярно меня смотрит, помните, что не так давно разбирала внутреннее содержание шкафов, разобрала стеллажи, убрала лишнее все, и навела порядок в тумбе под раковиной. Знаете, хочется вот так вот как-то не сильно напряженно действовать, не уделять прям полдня, например, одной какой-то комнате, помещению. Поэтому всю уборку разделила на несколько раз. Сегодня буду делать тоже такие не самые ежедневные и еженедельные дела. Я сняла шторку, вот буду ее сейчас замачивать, достаточно она грязная. Потом постираю в машинке. Нужно мне помыть детские игрушки и контейнер, в котором они хранятся. И также стеллажи тоже приведу в порядок. Я не забиралась, сверху пыль не обтирала. Ну и дверцы, ручки тоже оботру. И, конечно же, нужно привести в порядок стиральную машинку. И внешне ее немножечко протереть, барабан, тут все вот эти резинки. Плюс надо как следует отмыть отсек для порошка и кондиционера. И сегодня я решила ее отодвинуть в машинку. Не часто я это делаю. В общем, весь тот ужас, все, что там накопилось, грязь, какие-то там разводы, паутина. В общем, все это буду отмывать и приводить в порядок. А помогать мне сегодня в моей уборке будут эко-средства, бытовая химия от компании Вандерлаб. Это средства, которые не содержат токсичной химии, которая может вызвать раздражение горла и носа, слезоточивость или аллергию. А еще они разлагаются в природе на 98% за 24 часа. И я для игрушек использовала средства, которые так и идет для мытья игрушек и посуды. Детская специально, можно им пользоваться с рождения. А для шторки, для ванной, много где сегодня буду применять. Это эко-спрей, он так и идет для уборки в ванной комнате и туалете. На самом деле, очень универсальное средство. Можно им помыть все, что угодно. И раковинный смеситель, и шланг, и ванну, в том числе, кстати, и акриловую, и унитаз, при желании зеркала, ну и плитку, и швы между ними тоже. Я набрызгала отсек для порошка и оставила средство немножко поработать. А сама пока пойду и займусь машинкой стиральной. И пока весь этот кошмар убираю, привожу все в порядок, давайте еще расскажу вам про средства Вандерлав. У них очень хорошая смываемость. Прямо проводили реальный эксперимент и выяснили, что они смываются до 80 раз быстрее. То есть, при такой смываемости в организм не попадает бытовая химия. И, конечно, мы потратим куда меньше времени на мытье и исполаскивание сантехники или посуды, ну и, соответственно, меньше воды. Купить эти средства можно в крупных сетях, таких как Ашан, Лента, Перекресток, Детский мир, Магнит и другие. Но, конечно, удобнее и дешевле заказывать на Озон или на Вайлдберрис. Я оставлю ссылку на маркетплейсы в описании к этому видео. Вообще, ассортимент очень большой. Есть и гель для стирки. Я буду им чуть позже стирать шторку. Знаете, все отлично отошло. Раньше мне приходилось замачивать в средствах, там, типа белизны с хлоркой. А тут просто побрызгала спреем и постирала с гелем. Просто при температуре 40 градусов, в общем, никаких таких грандиозных мер применять не пришлось. И очень мне понравилась детская серия. У них есть гели, шампуни, пены для ванны. Есть без отдушек, которые подходят деткам совсем с рождения. А есть с приятными ароматами, но для деток уже постарше. Так что, кому интересно, обязательно заглядывайте. Информацию оставлю в инфобоксе. Ну, а пока буду прибираться. Давайте расскажу про наши дальнейшие планы на ремонт, на участок. Потому что на дворе весна. И многие, кто-то мне так и пишет, ждем ваших действий в огороде. Ну, я давайте сразу скажу. Огорода у нас нет. Хоть мы и живем в своем доме, но участок у нас для города совсем небольшой. Я не помню, 6 или 7 соток. Причем дом на 2 семьи, плюс гараж. В общем, территории как таковой нет. Но мы, в принципе, изначально не планировали какие-то грядки и теплицы здесь сделать. То есть дом у нас был, знаете, как, ну, просто большая отдельно стоящая квартира в городе. Вот в таком формате. В принципе, это и получилось. И, как бы, мне кажется, мы довольны то, что вышло. Вот. А в плане ремонта тоже, когда оговариваясь про подвал, что муж там делает. Я как-то показывала подвал, по-моему, только один раз, когда было видео-рум-тур. Видео скоро уже будет 2 года, потому что я, помню, делала его на первую тысячу подписчиков. Вот. И там спускалась, примерно показывала. В планах там сауна. Вот. Муж у меня просто грезит этой идеей. И сейчас постепенно, вот уже который раз, занимается гидроизоляцией пола. Вообще у нас очень почва такая, ну, влажная. Когда рыли фундамент, там прям такая яма была с водой. Прям болотище. Вот. И подвал у нас достаточно высокий. То есть нужна хорошая гидроизоляция. Когда весна и осень, например, дожди или вот после зимы снег тает, бывает такое, что топит подвал. У нас сделан там насос. Но если вот какая-то, например, ситуация, что-то из ряда вон выходящий и насос, допустим, ломается, то бывает такое, что подвал подтапливается. И, конечно, муж вот у меня в этом плане, он не торопится. Не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, в данном случае все-таки плюс. То есть у нас там уже была какая-то черновая гидроизоляция сделана. Пол сначала еще предварительно залит. Вот сейчас уже делает, не знаю, который раз, сколько мы уже денег в этот пол туда залили. Ну, достаточно. И сил, конечно, тоже потрачено. Но все-таки, конечно, хочется сделать, чтобы не было вот таких казусов, чтобы все было надежно. Вот, и там как бы помещение разделено у нас на две части лестницей. И вот с одной стороны он хочет сделать сауну. Ну, такую небольшую, конечно, там с каким-то все равно санузлом надо. Ну, пока это так все у него в голове, в мечтах. Но потихонечку выполняет. Вот он такой человек у меня, что, знаете, 100-500 тысяч раз подумает, все просчитает, померяет. Потом только начнет потихоньку опять-таки делать. А во второй половине там хочется сделать вот какую-то комнату типа холодной. Знаете, что-то типа погреба. Так, чтобы хранить там вот и банки, может быть. Ну, плюс у нас там есть и холодильник, и морозильная камера, чтобы все это там стояло. И, может быть, овощи какие-то побольше покупать, да. Или, не знаю, может быть, когда-то будем и сами выращивать. Но на данный момент так. И остается еще место под, ну, как бы под рабочее место. У мужа там стоит стол такой большой, ну, типа верстак. Какие-то у него уже инструменты там. Что-то он там делает. Я тоже хочу себе какой-то большой стол там поставить. Может быть, все свои там остатки творческих штучек всяких туда перенести. Машинки швейные туда поставить. Ну, вот, не знаю, конечно, хочется там более-менее красиво делать. А не так, как сейчас все там в бетонных стенах. Ну, чтобы было и находиться приятно. Потому что приходить и сидеть в этой грязище, ну, никакого желания творить точно не будет. Так что на данный момент вот так. Я говорила, что муж сделал там вот гидроизоляцию вонючей какой-то штукой. Ну, все более-менее выветрилось. Он уже после этого купил какую-то не такую вонючую. И на второй половине подвала тоже начал заливать. Повыкидывал все коробки. Потому что, знаете, подвал у нас тоже такое место, куда все складывается. Ну, вот обязательно ведь пригодится. Пригодится как балкон, да, часто бывает в квартирах. Ну, в общем, все повыбрасывал. Там частично расхламил. Что-то аккуратно сложил. Пока делает именно вот такие отделочные работы. А насчет улицы. Во-первых, в первую очередь нам нужно сделать крыльцо. Я показывала осенью, мы купили плитку. Но там такая долгая, длительная была доставка. Что к тому моменту, как плитка приехала, начались морозы. И мальчик, который нам, как бы мы с которым договаривали, чтобы он сделал, да, выложил плитку. Ступеньки. Он сказал, что нет, уже давайте ждать весны, потепления. Ну, в общем, так мы зиму и прожили опять с несделанным крыльцом. Вот это в первую очередь. И в плане работы на участке, хотелось бы, конечно, детям какой-то детский городок. Мужчины у нас пытались построить. Ну, мой муж и мой брат. Ничего у них тут чего-то не вышло. Сколотили основу тогда. И на этом все закончилось. До ума они довели, в итоге потом все разобрали. Ну, как бы это ладно, тоже опыт такой своеобразный. Но, в принципе, после того, как мы сделали брусчатку, да, уже во дворе стало более-менее. Тут у нас небольшой газончик. Вот если на нем только, может быть, делать, да, какой-то городок. Но я так склоняюсь теперь уже больше к готовым покупным вариантам. Не знаю, посмотрим, обсудим, подумаем. Ближе к теплому сезону. Пока еще у нас снег там лежит. А вот сбоку тоже у нас муж очень хочет у меня сделать такую, как бы, навес, типа пристройку. Ну, не пристройку, а именно навес. Просто крышу. Ну, что-то типа летней кухни, чтобы можно было там какой-то поставить мангал. Может быть, печку какую-то сделать. Ну, это тоже пока у него в голове все в планах. Честно, пока сильно не обсуждали. Но, если что, надеюсь, что этим летом он реализует свои желания в этом плане. Пока болтала, с уборкой уже закончила. И очень рада такие, знаете, редкие сделала дела, на самом деле, до которых давно руки не доходили. Но, в принципе, времени на них не так много и ушло. Но, в общем, обед мне сегодня готовить не нужно было. Доедали с детьми суп. А сейчас пришли в детскую комнату. Нужно навести немножко порядок у совушки. Так что, думала, займемся с ним вместе. Но парень сейчас просто ляжет на пол. Такой говорит, я устала. Я устал убираться. Я говорю, а мама не устала? Нет, мама не устала. Мама, ты приберешься. Ну, в общем, вот как-то так выходит. Макар тут за стенкой тоже сам наводит порядок в своей комнате. Но у него более-менее. Он тут на денек ездил к бабушке как раз, когда Сава только заболел. Так что, сильно ничего разбросать не успел. Так кое-что внешне тут уберет. И уже готовится к школе. Потому что с утра сходили в поликлинику, выписались. И на следующий день пойдет ребенок в школу. Если честно, я очень этому рада. Прямо. Да ты-то на день. Ты на день. Как, Сава? Профессор. Не знаю. Не знаешь? Что ты не знаешь? Кто профессор такой? Да куда пошел-то? Покажи. Смешной. Мама. А. Я Сава. Ну, в общем, думала, что ребенок тут мне немножко поможет. Но дети носились тут из одной комнаты в другую. У меня здесь папа еще пришел. Он ходит на мансарде. У него там рассада высажена. У нас подоконники большие. Света много. Так что ходит сейчас, поливает. В общем, будут сейчас еще носки грязные залетать в комнату. Один за другим. В общем, как смогла, прибрала все сама. Дети там носятся за кадром. Ну, как есть. А сейчас покажу свой последний заказ из интернет-магазина «Любимый Василек». И здесь у меня в основном в подарок кое-что подруга попросила заказать и для мамы кое-что. Ну, для себя я футболочку только выбрала. Оставлю все ссылки на сам магазин и на соцсети в описании к видео. «Любимый Василек» очень люблю. Знаете, они постоянно обновляют ассортимент и расцветки. Модели новые появляются и варианты доставки. Сейчас можно заказывать некоторые модели на Озон. Так что, правда, с удовольствием про них рассказываю. Давайте покажу, что выбрала на этот раз. Так, давайте покажу, что заказала. У меня здесь три подушки. Все не для меня. Так, в прошлый раз сказали, что я плохо прорекламировала канал своей подруги Вики. Вот, даже не назвала, как он называется правильно. Канал называется «Лени Вика». Я опять ссылку вам оставлю. Многие уже написали, что как классно, конечно, с чувством юмора у человека все в порядке. Очень интересные видео. Так вот, подушки тут две для нее. Так что, давайте быстренько покажу. Вот такая вот детская для младшего сыночка. Она так и называется. Детская подушка. Размер у нее 40 на 60. Здесь наполнитель верблюжий пух, полиэфирное волокно. Очень плотная ткань. А сама подушечка, ну, как видите, совсем тоненькая. В общем, то, что нужно для малышей. Идет в такой сумочке. Стоит детская подушка, по-моему. Так, детская подушка стоит 660 рублей. Вот. Дальше тоже очень бюджетная подушка. Вот такая вот прима. Вот визуально, в общем, сравнить. Вот эта стоит 2,760. Вот в коробках они такие идут. Это идет в пакетике. Это стоит около полутысячи. В общем, разница очень ощутимая. Внешне практически не отличить. Здесь 100% хлопок. На ощупь, конечно, отличается. Очень верхняя ткань. Здесь уже с долькой синтетики. Но она плотненько. В принципе, мне кажется, стираться тоже должна хорошо. По наполнению достаточно плотные. Такие высокие обе подушки. Вот. У этой более равномерный, конечно, такой наполнитель. Нет каких-то, не ощущается комков или еще чего-то. Вот здесь все-таки более скомканное там внутреннее содержание. Дальше заказала кое-что здесь на подарки. Полотенце и комплект постельного белья. Белье выбрала ткани Перкали. Моя, наверное, любимая по соотношению цены и качества. Это обычный двухспальный комплект. Я распаковывать не буду. Там цветочный рисунок. Прикреплю картинку. Комплект такой в стандартных размерах вышел 2-230. Дальше полотенца. Полотенца вот такие вафельные. Тоже сама такими пользуюсь. Очень нравится. Есть, видите, совсем однотонные. Без рисунка, без вышивки. А есть вот с такими вышитыми буковками. Мне так очень долго они служат. Отлично стираются. Хорошо впитывают. В общем, я ими очень довольна. И вот такие сейчас симпатичные полотенца. Это тоже Вики. Так что увидите у нее скоро в видео. Льняные с разными рисунками цветочными. Симпатичные. Полотенчики недорогие. Там порядка 100 рублей стоят. Ну плюс-минус. Там совсем небольшая разница. И вот такие вот махровые еще полотенца взяла тоже в подарок. Размер большой. 70 на 135. Здесь 410 грамм на метр квадратный. Вот такой ненавязчивый рисунок. Приятный молочный цвет. Махра. Хорошего качества. И еще заказала несколько футболок. Фасон у всех примерно одинаковый. Две штуки маме. Вот эти вот. Одна однотонная. Это обычная окулирка. 100% хлопок. Вот эта однотонная. По-моему, 330 рублей стоит. А цветные по 440-480. Это тоже маме. Такой вот рисунок. Много, кстати, у них постоянно расцветки обновляются. Сейчас к весне, к лету. А я себе вот такую вот выбрала футболку. Точно такая же расцветка, как на мне сейчас костюм. Ну, честно скажу, очень уж мне нравится. И хочется, чтобы футболка тоже такая была. Достаточно свободная она. Ну, хлопок, я думаю, еще немножко подсядет после стирки и сушки. Ну, на предстоящий сезон теплый, я думаю, хорошо должно быть. В общем, такие в этот раз у меня покупки. Ну, а здесь уже пообедали. Уложила Саву спать. Здесь он, кстати, у нас в спальне. Но я решила, что ничего страшного. Нужно мне разобраться с бельем. Буду здесь при нем сейчас гладить. И сумку с неглаженным бельем принесла. Еще у меня там вот в тазике спрашивали, где купила. Я показывала в фикс-прайсе вот этот большой серый типа таз. Да, кипяток я наливала. Все с ним хорошо. Вот, там была набросана одежда. Просто из сушилки, прям комом. Ну, в какой-то момент, когда не успевала разобрать вовремя сушилку. Хотя я стараюсь просто вот 90% случаев сразу это сделать. Чтобы все было не мятое и аккуратно сразу же сложено. Может быть, уж до полок, ящиков и шкафов не успеваю сразу донести. Но, по крайней мере, чтобы разобрать, ну, стараюсь. Потому что потом, вот здесь видно, что не я это делала. Ярик достал, видно, все скомкал. И, конечно, потом приходится гладить. Вот в таком состоянии вещи. А обычный трикотаж, если бы после сушки, да сразу на плечики или аккуратненько сложить, то, ну, и гладить не нужно. И вот спрашивали про постельное белье тоже, почему я не глажу. В принципе, я белье постельное стараюсь не гладить. Бывает такое по настроению, когда там захочется. Или вот опять-таки, когда не вовремя достала, не сразу же разложила тепленькое из сушки, то вот такое, конечно, мне тоже не хочется стелить на кровать, то приходится гладить. Вот. И пока глажу, давайте поговорим опять-таки про планы на лето. Наверное, многим актуально тоже спрашивали, планируем ли мы отпуск, поездку на море или еще куда-то. Хочется не столько поделиться, потому что, знаете, делиться особо нечем. А хочется вас тоже послушать в комментариях. Может быть, какие-то интересные варианты, идеи подкинете. Потому что, знаете, я вот начала смотреть, ну, я говорила про планы, да, что вроде хочется и всем вместе, всей семьей выехать куда-то. Именно такой расслабленный пляжный отдых, чтобы был, да. Хочется, я люблю, нормально к этому отношусь и по отдельности к отпускам и поездкам. Может быть, отдельно с каким-то ребенком или с двумя. Или отдельно там нам с мужем. Вот мы ездили осенью в Калининград, тоже замечательно. А вот в пятером начала смотреть варианты такого пляжного отдыха. И, знаете, тот случай, когда такой смотришь и такой вариант, и другой вариант. Ты думаешь, ой, по-моему, мы не так сильно и устали. Я честно скажу, просто такие цены на семью из пятерых человек, ну, сразу начинаешь сопоставлять и думать, что за эти деньги ты можешь еще купить и сделать. Я понимаю, что это нерационально вот так сравнивать. Потому что эмоции, впечатления, я считаю, что они, да, они бесценны. Вот, и нужно выделять и время, как бы и деньги, да, на отдых. Но такие суммы, правда, просто невероятные в последнее время, мне кажется. Недавно переписывались с Наташей, моей зрительницей-подписчицей, с которой мы познакомились вот в Крыму прошлым летом. Вот, тоже спрашивала про планы на отпуск, где мы были. Вообще, мы были и за границей, были в Турции. Я была в Египте без мужа, тогда ездила. Были в Европе, это Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия. Были один раз в Италии, тогда долго тоже там отдыхали. Очень хорошо был и пляжный отдых, и экскурсионный, замечательно отдохнули. Вот, наш юг, ну, вот Крым были не один раз. Сейчас, честно, вот сейчас рассматривала и Абхазию для пляжного отдыха, и наш юг тоже рассматриваю. Ну, не знаю, в общем, делитесь. Честно, я бы, например, и в Карелию с удовольствием съездила, но, конечно, это уже не пляжный отдых. Но, мне кажется, мальчишкам было бы интересно. Мы тоже как-то ездили с друзьями, ну, там есть что посмотреть, правда. Но тут тоже есть свои сложности в плане транспорта. Ну, не все так гладко, может быть, как хотелось бы, вот, потому что везде какие-то вот свои нюансы. Так что, не знаю, может быть, кто-то подскажет, либо какое-то хорошее направление, знаете, за такие, за более-менее адекватные цены. Потому что, ну, там, 400-500 тысяч за семью, за, там, 8-10 дней отдавать как-то, как-то немножко не очень хочется. Ну, в общем, не знаю, делитесь, у кого какие планы. Макар, конечно, ждет лето, говорит, поеду к бабушке на дачу. Вот, для меня пока это единственный такой, более-менее реальный вариант. Ну, как будет дальше, ладно, посмотрим. Савуха проснулся, сели тут с ним поиграть и спрашивали, каждый день ли я с ним занимаюсь. Конечно, много времени ребенок самостоятельно играет, еще больше времени бегает с братьями, если вот все дома. Но стараюсь, да, хотя бы, там, 15-20 минут выделить на что-то такое, прям вот, чтобы посидеть с ним, объяснить что-то новое, чтобы узнал или посмотреть, как старое усвоил, да. Сегодня вот он был после сна не очень настроен играть, поэтому пришлось сначала самой сесть, говорю, ну, мама тогда будет играть. Его, кстати, это всегда очень так воодушевляет. И в плане сна, например, он тоже, если не хочу спать, то я говорю, ой, ну, мама сейчас точно первая уснет. Он нет, я усну первой, я усну. Вот, и также здесь, сначала вроде не хотел, я начала села сама собирать, потом пришел, увидел, что я все собрала, давай, говорит, сам буду. Очень такая классная игрушка, ей очень много лет, еще с Ярославом занимались. И здесь сразу же видно, вот, про пространственное мышление. Если фигурка стоит правильно, да, так как она должна встать в свою ячейку, Сава все ставит верно, легко у него и быстро все получается. Если же фигурку нужно развернуть, причем развернуть не вправо, влево, вверх, вниз, а развернуть, как бы, вокруг своей оси, да, то есть отзеркалить, то вот здесь вот сложности. Вот, ну, для трех лет, еще нету ему трех, в принципе, это нормально, будет учиться, я думаю, со временем все получится и все поймет. А сейчас давайте приготовим ужин. У меня такой очень быстрый, простой, но, говорят, вкусный рецепт. Понадобится сыр для греческого салата, целая упаковка. Выкладываю сразу в форму для запекания. Целиком ничего не режу и туда же отправлю помидорки черри. Просто тоже их не режу. Снимаю с веточки и так рассыпью отправляю. У меня здесь упаковка бекона, порежу на длинненькие полосочки и все, опять-таки, добавлю туда в форму и отправлю в духовку в таком виде запекать при 180 градусах, где-то минут, ну, 15-20, наверное. В общем, по времени посмотрю, сразу понятно, там бекон становится уже такой не сырой, а запеченный. А в это время пока отвариваю макароны, спагетти у меня будет такая, в общем, сегодня ленивая, но вкусная паста. В духовке все приготовилось быстро, аккуратненько, вилочкой все разминаю, перемешиваю и получается вот такая однородная масса. Помидорки тоже запеклись, они становятся мягкие, такая как томатная паста. Ну, наверное, можно черри при желании заменить перетертыми помидорками какими-то, ну, или просто большими порезать. Ну, в общем, тут, наверное, на ваше усмотрение. Дальше отправляю спагетти к получившейся массе, все перемешиваю и на самом деле ужин готов. Говорят, получается очень вкусно. Ну, готовить просто, так что обязательно попробуйте. Ну, а для тех, кто придерживается более диетического питания, сейчас приготовим вкусный легкий салатик. А я сегодня еще после ужина ходила на зумбу. Я говорила тут, что планирую посещать. Вот, честно, сходила на пробное занятие, не бесплатное. Здорово вроде все потанцевала, но вот такие интересные открываются стороны. Ну, видно, сидишь как-то вот в своей такой скорлупе, да, немножко имеешь дело с тем, что имеешь, да. И когда не суешься в какие-то разные аспекты, то потом бывает очень шокирован от того, что вообще происходит вокруг. Ну, ладно, об этом расскажу позже. В общем, буду искать другой вариант. Есть у меня тоже на примете второй вариант. Ну, попробую, схожу уже, потом поделюсь, что из этого вышло. Ну, и как сказала, готовлю салат. У меня здесь зеленая основа, это салат айсберг, порезала огурец и шпинат. Обычно шпинат целиком добавляю, но сегодня захотелось немножко порубить, но тоже крупно получилось. Еще хорошо сюда подойдет кукуруза консервированная, но у меня не было. И отправляю в баночку тунца. Тунец покупаю в Ленте, мне нравится тот тунец, который там, потому что есть тоже разные. Иногда купишь и прям какой-то фарш, а здесь хорошие такие кусочки. Для заправки немножко солю, добавляю сок лимона, чеснок и горчицу зернышками. И вот такая основа у меня уже получается. В принципе, уже это все вкусно само по себе. Я добавляю еще вареное яйцо. Мне нравится, когда именно крупно порезано, но, конечно, можно и помельче. И еще заказывала вот такой вот набор. Это в самокате тут мне привезли. Пророщенные там какие-то зернышки, не знаю, в общем, захотелось попробовать. Недорого он стоил. Вкусно, мне понравилось, ну и, конечно, полезно. Так что вот такой у меня сегодня легкий ужин и побегу танцевать. Ну а видео мое на этом подходит к концу. Большое спасибо, что досмотрели до конца. По-моему, очень продуктивный получился день. Сама себе завидую. Далеко не все дни так эффективно проходят. Ну и видео, соответственно, получилось насыщенным. Увидимся с вами совсем скоро в новых роликах. Всем хорошего настроения. Всем до встречи и пока-пока.